Доброе утро! 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 экономики Крыма. И даже не совсем так. Вот смотри, мы сейчас этот феномен не очень понимаем, но дело в том, что Крым, несмотря на особое местоположение, вот так сказать, в цивилизации, а вот нужно же понимать, что вот ключи цивилизации Царьград, да, вот он в шаговой доступности от Крыма. Ну, в смысле цивилизационной, да, вот. И он только ограниченно был освоен, хотя были целые эпохи, когда Крым становился, значит, буквально центром торговли, да, кстати говоря, и Крым, если кто не знает, был в свое время островом. Сейчас это не афишируется, но действительно отделялся от материка каналом искусственным. Это было, ну, считается и в античные времена, и в Средневековье, в поздние, причем в Средневековье. И, соответственно, что делал Северокрымский канал, он особым образом спроектирован. Он не просто, как ты говоришь, действительно, он и воду раздает для сельского хозяйства, но на самом деле он вымывает столетние солончаки, которые, по сути дела, являлись, ну, функционалом деградации освоенных земель в центре цивилизации. Коллеги, давайте мы продолжим через несколько минут. Друзья, это мужские игры. Никита Небылицкий, Максим Шингаркин. Оставайтесь под серебряным дождем. Продолжаем. Да, я продолжаю. Просто, Макс, я пояснить должен. Я никоим образом не являюсь сторонником той истории, которая произошла в Крыму в 2014 году. То есть мне не нравится, как это все было проделано. Это же не обозначает, что другая сторона должна вести себя вот тем образом, которым она себя ведет. Безобразие, извините, отключать Крым от воды. Так, абсолютно зеркально. Я с тобой согласен. Смотри, где логика? Условно говоря, отключили Крым от воды. Российская Федерация, де-факто, должна была просто отключить Украину от нашего электричества. Ну, например. Ну, просто. А ты не представляешь, что произойдет. То есть, если мы просто... Я догадываюсь, что произойдет. Я догадываюсь, что произойдет. Дальше. Атомные станции Украины. Они не могут, даже юридически не могут работать без нашего обслуживания. Сегодня та схема, по которой обслуживаются атомные станции Украины, ну, это знаешь, как это... Все озвучились, закрыли глаза, да, и шарят и думают. И надеются, что ничего не будет, да. Да. Конечно, то есть, методов достижения политического равновесия в части водообеспечения Крыма у Российской Федерации очень много. Даже принцип, возвращаясь, почему я вот возмущен этой ситуацией. Пять лет. За пять лет ситуация именно экоцида должна была быть превращена из умозрительного описания, которое у меня было дано в аналитичке для Государственной Думы. По итогам прям поездки. Это было специальное мероприятие, я еще раз говорю. Потратили деньги налогоплательщиков. Я ездил в этот Крым. Извините, у меня, значит, оплачены билеты. Я жил в гостинице. Собиралось огромное совещание. Приезжала куча экспертов. Это все затраты бюджета. Они в итоге были похоронены. А сейчас, спустя пять лет, когда упущено время, время в формировании... Так, коллеги, давайте сейчас вернемся. Да, доброе утро. Мужские игры. Никита Небылицкая, Дарья Гордеева, Максим Ширган, Крендашин Гаркин. Надо пояснить, Макс, просто, ну, чтобы вот стало понятно. То есть, я еще раз подчеркиваю, я никоим образом не оправдываю то, что произошло в четырнадцатом году. Я просто категорически считаю, что есть вещи, которые в современном мире цивилизованном делать нельзя. Нельзя вот таким образом душить людей. Даже если очень ты себя внутренне... Просто понимаешь, в чем дело? Есть такое правило, для того, чтобы Сео совершил мошенничество в компании, должно быть три одновременно сходящихся обстоятельства. Во-первых, у него должно быть внутреннее оправдание, я работаю, они наживают. Второе, воздействие внешней среды, то есть, очень нужны деньги самому. И третье, бесконтрольность. Вот то, что случилось благодаря, в том числе, деятельности той стороны у России, это оно и есть. Потому что вода нужна? Ну, жизненно необходима. Без воды никак в Крыму. Внутреннее оправдание есть? Есть, потому что нельзя душить людей, ну, не давая им воды. И бесконтрольность есть, потому что уже на самом деле все методы, которые, возможно, были, были применены. И уже санкции на Россию никак не действуют. Вот это даже по доллару видно, по курсу рубля и доллара. Ну, на два-три дня он растет, потом обратно падает. И никакого большого значения, это никто с вилами на Кремль не идет, когда доллар дорожает. Поэтому, как бы, вот чем, какой частью тела, тела, думают, та сторона вот таким образом действует? Я не понимаю. Им нравится, что ли это? Ведь понятно же, что будет дальше. Ну, то есть, Россия заберет себе этот самый Крымский канал, начнет снабжать Крым водой. В результате определенные круги украинские пойдут к Зеленскому, кидать ему предъяву. А так как другого метода, кроме как вытурить легитимно избранного президента, они не знают с 2014 года, при том, что Янукович гад, и спора с этим никакого, то кончится это все действительно развалом украинской государственности, о чем, собственно говоря, и сказал Володин. Ты знаешь, он как те неправильные часы два раза в сутки показывает правильное время. Вот он в данном случае, ну, это же очевидно абсолютно. Почему это очевидно? Все мы не очевидны украинской стороне. Я тебе даже так скажу. Вот ты вот сейчас угол такой взял на украинскую сторону, но я все равно возвращаюсь к нашей. Вот смотри, 6 лет Российской Федерации, на нее возложены обязательства, обязательства, самовозложенные обязательства в результате Крымского референдума, управлять территории. То, что отдельные политики на Украине приняли решение, подчеркиваю, удушить жаждой не только бывших граждан Украины, но и часть граждан Украины сегодня. Дело в том, что Северокрымский канал перекрыт не там, где-то на границе, а он, извини меня, в Северокрымской области перекрыт. У нас часть Херсонской области, извини меня, тоже сейчас находится в состоянии перманентной жажды. И возвращаясь... Ну, в переносном, естественно, смысле для слушателей. Понятно, что и в Крыму никто от жажды не умирает. Вода это такая довольно глобальная история, вокруг которой вообще-то мир развивался. Всегда. И мы сейчас говорим о том, что есть правила приличия. Вот ты о чем говоришь. О правилах приличия. Я говорю о Российской Федерации. Случился этот кризис. Этот кризис, первое, он был в 2015 году задокументирован. Я вот чем возмущен. На мою командировку в Крым потрачены были деньги. Макс, хватит про деньги. Да. На моем слушателе пишут, что цифры все время на за ней. Не важно, были потрачены деньги. Были потрачены деньги. Сидели люди, да, вот я подчеркиваю, то есть тратили время. Был подготовлен вот это, по сути дела, аналитический доклад, который обосновывал, в чем есть признаки экоцида, чем это нарушает международное право, да. Вот с этим нужно было выходить в ООН, извини меня, 6 лет назад. Никита, еще раз подчеркиваю. И судиться. И судиться. Конечно. Как мы и говорили, когда произошла история 2008 года. Мы с тобой это обсуждали много раз. Надо было отсуживать, а не заниматься тем, чем занимались. Да, безусловно. И как обычно мы на одни и те же грабли. Да, и сейчас, когда ты действительно говоришь, что мы стоим то ли применять силу, то ли, значит, возвращать голландские высоты, ну, то есть Северокрымский канал. Понимаешь? А на самом деле мы должны в норме международного права, без применения вооруженных сил, без создания. Вот мы же не претендуем. И с получением санкций ООН. Конечно. Да, безусловно. И тогда никаких проблем нет. И тогда мы действительно правы. А так получается и те неправы, и эти неправы. И вот эта бесконечная эскалация, она к чему всему приведет? Она же другой стороной палки этой бьет не только по украинской государственности, еще и по нашим конечным итогам. Это сейчас, извините, сбирайтесь в ладранцы, у всех свет, в кучу геть, по-моему. Да, так что ли? Но у меня еще другая аналогия. Она еще более жесткая. Я напоминаю, что формально Вторая мировая война началась из-за спора доступа Германии к Дансенгу. Дансенский коридор. То есть вот если по большому счету смотреть и все функционалы привести к формальным, так и здесь ситуация заключается в чем? У нас есть, ты правильно сказал, процедент с голландскими высотами. Ну вот, пожалуйста, ты берешь международное право и реализуешь. Ну давай вернемся к экологической части. Вот мы сейчас в политологии немножко ушли. Но вот про деньги. Да, я согласен, мы не хотим обсуждать сколько там этих миллиардов, но я расскажу, допустим, про экологию. Вот получив не большое количество миллиардов, правительство Крыма решило построить опреснительную станцию. Где? В Ялте. А где у нас основной недостаток воды в северном Крыму, который выходит на берег Азовского моря? Вот теперь я расскажу нашим слушателям простую вещь. За счет того, что Азовское море, это по сути дела самостоятельное море, отделенное от черного, в которое впадают крупнейшие реки Восточной Европы, оно гораздо более пресное, чем черное. И когда стоит у вас вопрос, где строить опреснительную установку? Там, где нужна вода и где меньше соли. Здесь вообще я просто поражаюсь принятию решений. Конечно, нужно строить там, где по сути дела у вас там опреснять всего ничего нужно. Доставлять воду вот страждущим и жаждущим. Нет, вот в очередной раз грабли и ищем у потерянный ключик под фонарем. Понимаешь, да? Не там, где потеряли, а там, где светит. Макс, ну, видно же совершенно, когда первозадачей является не реальной экономической эффективностью, а экономическая эффективность по наполнению собственного кармана, видимо, проще строить в Ялте. Проще наживать в Ялте. Ну, другой причины не может быть. Ну, иначе, ну, мы вряд ли можем предположить, что вот прямо все люди, которые принимали это решение, идиот. Ну, хоть один должен был не идиот, который сказал, ребята, стойте, нам не здесь вода нужна. Зачем нам здесь-то это строить? Как мы потом тащить будем? Вот. Ну, значит, был какой-то мотив. И мотив прозрачный. Коррупция называется. Напоминаю, один из проектов водоснабжения опять северной части Крыма является строительство подводного коллектора доставки воды из реки Кубань. Ну, вот расскажу, как оно есть. Но есть небольшой нюанс. Если мы сейчас здравым умеет трезвой памяти, с приборами в руках, приедем на реку Кубань, ну, так сказать, которую не оккупировали враги, которую не отжимали, значит, последний раз там были немцы и тех выгнали, да, с гаком лет назад, да, напоминаю. То есть это зона, в которой, как бы, враг не мог нагадить вот ну никак. Ну, трудно представить себе, как Байден, пролетая над самолетом, там попал в этот самый, ну, на самолете попал в реку Кубань. И Обаме столько не написать. Да. Так вот, если мы сегодня проанализируем экологическую обстановку в реке Кубань, мы увидим, что это экологическая катастрофа. Никит, раз мы цифры решили избегать, но я вам скажу. Друзья, количество очистных сооружений по отношению к наличию объектов, которые должны быть, составляет менее третьим. То есть только одно из трех предприятий имеют какие-то очистные. Два предприятия из трех на реке Кубань не имеют никаких очистных сооружений. То есть, грубо говоря, льют туда... Все, что хочешь. Начиная от химии и кончая отходами сельского хозяйства. Про частную канализацию я вообще даже не говорю. Но напомню, вот когда мы сейчас... И вода в Кубани... Не, ну подожди, а может быть, они собираются тащить подводный канал из Кубани и там на выходе с подводного канала строят мега очистные. Не проще ли... Как раз на те самые миллиарды, которые полюбили. Вот. Напоминаю еще раз. Последний раз враги топтали берега реки Кубань 70 лет назад. Хорошо. Нет, ну, частеретически. Представим себе, что, ну, наверное, с Кубанью что-то не так. Много сельского хозяйства, полно жителей. И Кубань, река Малая смогли загадить, старались, так сказать, ну, пренебрегали. Ну, не знаю, еще по каким-то причинам. Но есть секрет. У нас, допустим, есть Онежское и Ладожское озера. Есть. На берегах Онежских и Ладожских озер, Ладожское озер, находится множество населенных пунктов. За исключением крупного города Петрозаводска, почти во всех остальных населенных пунктах, практически не функционируют очистные сооружения. Перевожу на русский язык. Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы регулярно пьют просто разбавленную канализацию, стекающую просто без... Сирот Кехаси. Просто без всяких очистных в Ладогу. Ну, Онега еще более медленно, значит, обновляется, да? Ну, то есть там пока дотечет. Я вот, кроме шуток, так ладно даже Ладога и Онега. Не все понимают, жители Санкт-Петербурга, что некоторые города Ленинградской области имеют мощности очистных существенно ниже, ну, раз без цифр, да? Существенно ниже, чем, ну, как бы, образование жидких коммунальных отходов на этих самых... в этих самых городах. Они на самообеспечение. А сами писают, сами пьют. Просто, конечно, река Нева, в силу, вот, опять-таки, наличия и Ладоги, и Онеги, это, конечно, супер... супермотор, перенесащий огромное количество пресной воды. И, собственно говоря, все жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, соответственно, Корейской республики, Республика Карелия, да, не могут никак загадить, ну, хотя стараются, да? Но мне вопрос. А что мешает строить очистные? И в этом смысле я вспоминаю своего друга... Я тебе скажу, что мешает строить очистные. 25 октября 1917 года исторический залп крейсера «Аврор» возвестил о начале новой эры. Вот это и мешает. Ну, да, я говорю, я вспоминаю своего друга, основателя организации «Ватеркипер Альянс» Терри Бекера, который стоял на берегу океана. Никит, он стоял на берегу океана, держал очистные сооружения, такой ящичек, да, и говорил, вот мы поставим здесь, это около этого его дорожки, потому что там стекает по этой дорожке грязь, и мы должны сделать, чтобы это не попало в океан. Понимаешь, да? То есть, он стоял на берегу Атлантического океана, я подчеркиваю. То есть, понимаешь, там бездна бездна. То есть, там, ну, я не знаю, там все человечество не может его загадить. Сколько лет Терри Бекер стоял с этим ящиком и беспокоился о чистоте океана. У нас же, пожалуйста, стоят, значит, негодные очистные по всей стране, миллиарды, которые никто не может освоить. И самое главное, мы гадим, и в конце концов, ну, приходим к тому самому пониманию, что нужно захватывать голландские высоты. Нет, это негодная государственная политика, в которой должностные лица, занятые чем угодно, а сейчас я об этом расскажу, чем они тут заняты у нас, кроме, значит, управления, в частности, в данном случае, водными ресурсами. И вот я предлагаю быстро так раз перебежать на мусор, но сейчас поймем, почему, на самом деле, все останется на своих местах. Внезапно, подчеркиваю, внезапно, для всех должностных лиц, управляющих сферой обращения с отходами в стране, то есть это министр, руководитель департамента, руководитель ППК РЭО, Роспроднадзор, вице-премьеров, они внезапно все на уже седьмом году мусорной реформы узнали следующее, что организации, которые забирают отходы у населения и сдают статистику в Росприрод об образовании отходов, показывают цифры, не совпадающие с тем количеством отходов, за которые граждане заплатили деньги, как образователи отходов. Ну, то есть перевожу на русский язык. Больше или меньше? О, математики же тут в данном случае только в одну сторону. То есть получается как? Если эти компании, ты спрашиваешь, а сколько вы выложили на полигоны, на переработку и прочее, ну, за что нужно заплатить? Эти компании говорят, да нет, нет, вот мы выложили чуть-чуть, чуть-чуть. А если спросить, а сколько вы собрали с населения, то выясняется, они... Чтобы выложить. Чтобы выложить, они же для этого собрали. Они собрали приблизительно в среднем в три, в четыре, в пять раз больше, ну, по регионам Российской Федерации. Какие деньги, Зин? Так парадокс в этом и заключается. Не в том, что эти жулики обманывают. То, что эти жулики обманывают, я когда писал вот эту мусорную реформу, это было понятно. Никита, там в реформе, в виде, там вот есть, как бы статьи закона, да, там прям четко все написано, что нужно делать. Это же закон же, это такой алгоритм. То есть, назначили тебя министром, ты сел, прочитал и раздаешь, соответственно, вот у тебя там есть подчиненные, ты говоришь, вам вот этот раздел, вам этот раздел раздел. Подчиненные, соответственно, там, руководители департамента должны все это по абзацам раскладывать. И если вы выполняете алгоритм, у вас велосипед едет. Представляешь, они только сейчас, наконец, сообразили, что экологические отчеты занижены, а экономические завышены. Это, хотя мы уже год рассказываем в эфире, что судами Российской Федерации установлено, что лишние деньги брались в Подмосковье за вывоз отходов, да, ну, за, как бы, за образование отходов с людей. Судом установлен этот факт. Кстати говоря, по-прежнему министр Велиховский отказывается выполнять функции министерства, министерство должно на самом деле обобщить результаты, да, и ничего не происходит. Ну, так вот, возвращаясь к ситуации, только сейчас в Российской Федерации поставлена глобальная задача свести дебет и кредит, образование отходов с точки зрения Росприроднадзора, только сколько выложили их на полигоны, и сравнить с тем, сколько денег взяли с населения. И есть удивительная вещь, может выясниться так, что с нас намного больше взяли денег, чем действительно образовали отходы. Но у меня вопрос, хотел еще одну очень жажду эту цифру сказать, я не знаю, я прям весь смущаюсь. Так вот, как вы думаете, друзья, сколько стоит работа информационной системы Росприроднадзора Минприроды, которая будет просто учитывать, учитывать, понимаете, вот это, ну, то есть такая компьютерная программа, которая просто учитывает отчеты, вот это образование отходов, вот, ну, грубо говоря, во всех наших субъектах федерации, в счет того, что уже региональные схемы созданы, запущены, вот, к примеру, цифры, конечно, лишние, может быть, но в Подмосковье эта территориальная схема обошлась жителям в Подмосковье первый раз, когда ее делали, 66 миллионов рублей, сколько может для страны строить эта система? Ну, раз в 10 больше, чем в Подмосковье. Ну, так вот, фигушки, значит, 5,5 миллиардов рублей будет потрачено на создание этой системы, понимаешь? 5,5 миллиардов, в 100 раз больше, пара-тройка контор, которая занимается написанием отечественного софта, и по большому счету ничего особенного не делают, кроме как переписывают западные софты, и на живот много денег. Кто-то станет очень богатый, купит себе очередную лодку и будет дуть чокер, что он почти как Яндекс. Друзья, Никит Небылицкий и Максим Шингаркин это программа «Мужские игры». Оставайтесь под серебряным дождем, не забывайте про видеотрансляцию из студии на нашем канале в YouTube. Ну, и, собственно, для YouTube, я напомню, мы продолжаем. Да, Даша, что-то такая мрачная вдруг стала тебе. Ты запечалилась о 5,5 миллиардах? Нет, нет, эта погода идет на потепление, поэтому у меня немножко шальная голова. Да, просто Макс, на самом деле, я тут недавно читал дискуссию одного юноши, который руководит отечественным мессенджером. Ну, это, знаешь, такой WhatsApp, но только типа секретный для Росатома. и вот он реально, он себя вел так, как будто он вот реально WhatsApp. И на вопрос, у тебя потребителей-то много? Ну, как, весь Росатом. Я говорю, а он сам стал потреблять? Но нет, ему велели. Я говорю, а они когда с работы уходят, друг с другом, где переписываются? Говорит, в WhatsApp. Но при этом, вот он не понимает разницы. То есть, продавить через закон Яровой, чтобы был именно вот этот мессенджер, это как бы мы можем. А написать такой, который будет лучше WhatsApp, это к Дурову с его Телеграмом. Ну, конечно, да, понимаешь как? Вот, мы понимаем, что чиновники, чиновники, они вообще-то в первую очередь озабочены только своей собственной карьерой и своим собственным карманом. Что значит в первую очередь, Макс? В единственную очередь? Они больше вообще ничем не озабочены, в том и проблема. Ну, да, потому что, когда они делают отписки нам, что они не хотят ничего делать, да, на самом деле это не потому, что они нами озабочены, это потому что просто они так решают свою первую задачу. согласен, да, тогда действительно, о чем мы тогда говорим, понимаешь? О чем говорить? Краснов, да, сколько он сейчас с генеральным прокурором уже? Вот, я тебе скажу, у него случился дающий параксизм в области обращения с отходами, возможно, он нас слушает. Он выступил с предложением выдавать лицензии на обращения с ТКО, ограниченные во времени, ну, то есть до этого они были неограничены, ну, то есть ты однажды сделав лицензию, мог творить в стране, что хочешь. Если нас слушает генеральный прокурор, я хочу сказать, да, Краснов, да, я хочу сказать, у меня целый кейс, есть, что нужно делать, более того, это не мой секретный кейс, он здесь в федеральном законе написан, ну, там вот просто надо взять федеральный закон, там написано, что нужно сделать. У меня большая просьба иногда читать федеральный закон, ну, просто, можно приказ по генеральной прокуратуре, отдельным природоохранным прокурорам иногда читать федеральный закон. Да, и делать выжимку на полстраничку генерального прокурора, чтобы он, в общем, был в курсе, что он обладает всем инструментарием для того, чтобы как бы где-то заставить людей нормально работать. Да, и губернаторам, и кандидатам к губернаторам, я понимаю, прыгать со скалы. Ты какие-то задачи ставишь для губернаторов невыполнимая. Получается, губернатор нужен, который умеет читать, что ли? Где столько наберешь? Мужские игры. Доброе утро. Тут вот Шенгаггин, пока выслушали рекламу, сказал, что нужно, чтобы прокурор начал читать федеральный закон, по которому он рулить должен. Вот это с прокурором задача выполнимая. Он один нужен на всю страну, и можно найти одного грамотного, ну, который, в смысле, читать умеет, первый класс закончил. А 89 губернаторов, чтобы умели читать, это слишком, Макс. Ты какие-то требования выдвигаешь невыполнимые абсолютно. Ну да, друзья, надо сказать, не все так плохо только у нас. У нас сейчас японцы будут отличаться. Да, выливать то, что осталось от Фукусима в океашку. Китай аж онемел, когда об этом услышал. Вы обратите внимание, следующий эффект. Почему-то молчит Российская Федерация, вот я вам скажу, что Китай онемел, Южная Корея не имела. Почему молчит Российская Федерация? Российская Федерация занята другим. Вот. Заняты. Мы сосредотачиваемся. Почему, кстати, молчат американцы, это я знаю. Не все. Потому что у них рыло в пушку в этом Фукусиме. Конечно. Атомная станция, это на самом деле она только по документам гипотская, а на самом деле по американской. Чисто сгорел американский чайник. И поэтому... А чинить не хочется. По крайней мере, бесплатно. Ну, там вообще ничего не хочется. Если посмотреть все материалы, которые в мире вышли, ну, ты говоришь о пиаре, да? Все материалы, которые вышли в мире, там для того, чтобы докопаться до того, что это на самом деле американская атомная станция, построенная просто на японской земле, крайне сложно. Ну, то есть практически невыполнимая задача. То есть американцы это сумели сделать. Вот нету ни следов, ни ушей у General Electric. Причем там прям пишут совместные реакторы Тошиба, совместные реакторы Митсубиши, значит, все что угодно. На самом деле это все подрядчики и это все второстепенно оборудование. Это реально General Electric. Это старая станция. Ну, так вот. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем, это, между прочим, не первый раз. Это почему-то все сейчас так возбудились. В 2013 году слили гораздо более, ну, так сказать, там шире спектр был. Не потому, что они, японцы, научились очищать. Это невозможно пока научиться очищать. Дело в том, что просто за эти годы осаждение осадка, содержащего вот стронца и прочее, ну, за счет там определенных химических процессов, просто выпало больше осадка. Номинально. Вот. Никакой суперфизики тут нету, да. Это просто чисто химический навык. Это я о чем? Мы только-только начали потреблять морепродукты Дальнего Востока, всей страны. Вот мы сейчас стоим реально в дилемме, что со дня на день мы начнем кушать японо-американский тритий. Понимаешь? Я догадываюсь, что некоторые живут в теплых европейских странах, у них под ногами плещется Средиземное море, у них морепродуктов ничего кроме итальянских источных вот нету, да? Минуточку. У некоторых есть свой чистый морепродукт собственный. Вот. У нас есть вот такой. И вот понимаешь, в чем ситуация? Российская Федерация молчит. Вот, казалось бы, вот у тебя экологическая катастрофа в Крыму, тебе нужна динамика, у тебя угроза, против которой протестуют страны Дальнего Востока, с которыми ты можешь вместе сблокироваться в интересах определенных своих геополитических, да? Такое ощущение, что в МИДе у нас вымерли эти направления, понимаешь? В конце концов, будешь смеяться. Я сейчас про МИД начну говорить, это больная тема. Смотри, в Италии разразился скандал по поводу того, что итальянские солдаты, ну, военнослужащие, которые участвовали в септских событиях 20-летней давности, получили токсическое и немножко радиационного поражения в результате массового применения американцами ару. А при пасу с избедленным ураном. Просто я в свое время имел самое непосредственное отношение к работе с этими данными исходными, и меня тогда еще поражало, а почему Российская Федерация промолчала? То есть Российская Федерация даже сегодня, в эти дни, когда там бушует итальянский скандал, ну, итальяно-сербский скандал, она молчит про эту ситуацию. То есть, понимаешь, а это большая проблема, у Российской Федерации нету никаких, ну, как бы, каких-то, не может быть никаких-то интересов в такой области. Мы в Сирии не применяем такие боеприпасы. Ну, у нас, в принципе, такого рода боеприпасов нет, они чуть другие. Вот. То есть, как бы, отсутствует набор объективных показателей, которые могли бы нас ограничивать. Мы же про экологию говорим, да? Пожалуйста, американцы закидали территорию Сербии, ну, правда, реально, токсическими материалами, они немножко даже радиоактивные, вот, и хоть бы хны, понимаешь? То есть, мы даже не в состоянии, был подготовлен этот доклад генерального штаба, я, извини, меня там, визировал некоторые документы внутри него. То есть, это на самом деле была тоже своего рода заявка на фиксацию экоцида, гуманитарной катастрофы, понимаешь? И где эти все документы? Почему они не реализованы? Ну, так почему? Нет, потому что воруют, ну, сказано же классиком, да? Подожди, на этом-то что можно украсить? Не-не-не-не, потому что все, кто должен был этим заниматься, ворует где-то здесь у нас. Кто-то твердые коммунальные отходы ворует. А, то есть, они просто заняты, им не до этого. конечно, они заняты вот этим. И поэтому мы говорим. Кстати, передача наша прошлая вызвала большую там реакцию. В частности, допустим, Министерство экологии Московской области отчиталось о том, что они заново очень остро проверили Шереметьево. Тут даже цифры есть, но не буду говорить, цифры сегодня у нас немножко ограничены, да. Значит, на очень большие деньги собираются оштрафовать Шереметьево по поводу загрязнений, вот, жаловали жителей в прошлый раз. А сейчас пришло большое количество жалоб в Подмосковье на непонятные костры и кострищи, которые происходят. Вот в Павловской Слободе горит, и в Люберцах горит, горит по всему Подмосковью. Жители спрашивают, а, значит, ну, во-первых, куда звонить, во-вторых, что делать, и, да, и все интересуют, что горит. Значит, рассказываю свой конкретный жизненный опыт. Это прям конкретный жизненный опыт. Однажды я решил посетить природоохранную территорию города Москвы на границе с Московской областью. Это такой парк за Некрасовкой, который уходит в лесопарк Салтыковский. И вот буквально еще территория Москвы, мы только с другом зашли, мы увидели пожар. Прям по земле идет пожар, там, кстати, газопровод тащится, которым, ну, проходит газопровод, которым вот дома на газ запитаны, ну, теплоснабжение. Красивый фейерверк получится. Мог бы, да, ну, короче, у меня в машине лопата была, и мы там смогли, значит, лопату, вызвали... Прикопать. Мы края действительно успели обкопать, вызвали пожарные, пожарные приехали, развернули, все залили. И, значит, я спрашиваю, ну, все-таки, я что-то первый раз прям с таким столкнулся, что сам тут лично поучаствовал в этом пожаротушении, спрашиваю, что это? И пожарные специалисты говорят, ну, никаких проблем, никаких проблем, сейчас на пальцах все вам объясняем. Подводят, показывают, и я в чем убеждаюсь. Кто-то где-то увел кабель медный, ну, возможно, алюминиевый. Вот. И для того, чтобы просто освоить вот оплетки, они развели костер, сожгли оплетку, а металл увели. Ну, пошли сдавать на склад. У меня всегда загадка, где, так сказать, на истечении 30-летней эпохи, значит, новой российской государственности берут ненужные кабели, ну, по-моему, уже все вытащили. Значит, возможно, уже берут нужные где-то, да? Вот. Я думаю, что их и раньше нужные брали, просто одни берут, другие кладут, все очень довольны. Это такой круговорот, понимаешь? Положил, вынул, положил, вынул, все нажили всегда. Вот я к нашим... Мы за это платим. Я к нашим слушателям, которые вот задали эти вопросы, когда говорят, непонятно, что горит. И я начал искать. Ну, как бы, ну, тут в лесу понятно. Ну, пожалуйста, я в Люберцах обнаружил. Это тоже Люберца, граница Сникарской. Там вообще очень красиво. Можно даже подойти, особенно, если в драной одежде не на машине подходишь, особенно, если ты бомжеватого вида и тащишь с собой пачку чего-нибудь, тебя даже на территорию пустят. Среднеазиатские баи, ну, я вот, судя по внешней одежде, видел. Организовали пункт приема ненужных для Российской Федерации кабельных, фрагментов кабельной продукции. Вот. И, самое главное, днем все выглядит чинно благородно. Значит, сидят баи, значит, приносят русские, ну, так сказать, калики-перехожие, значит, собранные по подворотням, подвалам, так сказать, оборванные откуда-то, значит, вот эти фрагменты бывшего энергообеспечения небольшой страны сдают им. И баи, ну, так расплачиваются, все. А на заднем фоне у этих баев, чтобы было вот просто понятно, лежат дрова. Ну, реально дрова. Стоит такой котел, и под этим, ну, значит, кострище, это не котел, кострище, да? Вот. И принимать нам рассмотрение вот это мизансцены, ты понимаешь, что спустятся нестойкие летние сумерки на Подмосковье, вот эти артефакты большой страны от энергообеспечения, кабельной продукции и прочей, баями будут положены, значит, в это кострище, и просто вот этими дровами будет отжигаться чрезвычайно токсическое, вот я еще раз, полихлор-виниловая оплетка, оплетка этих кабелей. Это будет фонтан из диоксинов, понимаешь, да? Вот жители... Макс, они просто иллюстрировали нам филиал ада на земле, вот и все, а ты ругаешься. Никит, так... Это же морализаторскую функцию несет, чтобы люди понимали, что грешить нельзя, потому что вот оно так на земле, а там еще хуже, вот, видимо, это имеется в виду, нет? Конечно, смотри, знаешь, что жаловался? Вот у меня жалоба, да, вот, которую нам прислали, наши, наши с тобой слушатели прислали, значит, ладно бы это где-то было, Химки, микрорайон Наглогорск, вот я объясню, кто не знает, вот смотрите, в стране есть, ну, как бы, центры притяжения силы, есть политическая сила, есть там художественная сила, вот, а у нас есть центр притяжения спортивной силы, так вот, центр притяжения спортивной силы гимнастики страны, художественной гимнастики страны, это город Новогорск, это столица российской художественной гимнастики, да, очень красиво раньше было, не знаю, как сейчас, так вот, мы знаем же, что художественной гимнастикой в стране занимаются чрезвычайно талантливые и ответственные люди, ну, просто, которые, которые способны вообще-то изменить художественную, культурную, я бы даже сказал, политическую парадигму в стране, и даже у них под носом баи среднеазиатских республик спокойно себе жгут провода, понимаешь, Никит, то есть, я в следующий раз, если увижу черный дым над Кремлем, я не подумаю, что кто-то жжет секретные документы или библиотеку Ивана Кроссова, Просто между Кремлевской стеной и мавзолеем приютились бабаи, которые принимают провода, ну да, а так просто тащить ближе, понимаешь, да, то есть, вот я иначе не нахожу никакого объяснения, друзья, вот все, кто пожаловался на вот эти кострищи под Москвой, вы все спрашиваете, как быть, я не знаю, смотрите, пожарных нужно вызывать, полицию нужно вызывать, писать в Минэкологию Московской области, но я однажды последовательно и, так сказать, упорно сделал все вот это не абстрактно, а вот прям конкретно уместно, на котором у меня есть фото, видео, там, и что получилось, баи как сидели, так сидят, ничьи, баи, баи, коллеги, вот вам, пожалуйста, сообщение нашей слушательницы, которая также, что называется, уже прошла все инстанции, она пишет, у нас в Дедовске, в городской зоне, то же самое, жгут кабель, рядом детский сад, я уже замучилась звонить в пожарку, уже есть личный телефон инспектора, продолжают жечь, письма на губернатора, на главу администрации Истры, пишут, что все в ответ, все нормально, все в порядке, а воняет при этом на весь район. Я вам еще раз говорю, это не просто воняет, это диоксиновая война, то есть вот хуже, чем жечь поливинил, хлорид и заплетки, я даже вообще не представляю, что, ну то есть, если бы мне сказали, слушай, сделай так, чтобы извести жителей Московской области, как тараканов, а я бы был бы не гражданином Российской Федерации, а врагом Российской Федерации, я бы вот, вот я бы только такую штуку и мог бы сделать, я бы нанял Баев, надел бы ватный халат, да, нанял Баев, все-таки сам бы не стал, не-не, просто, ну что же по всему Подмосковью, понимаешь, я тут одни руки, а тут вот смотри, Дедовск, столица, значит, гимнастики, Новогорск, Павловская Слобода, Люберцы, я вас уверяю, еще 15 минут, у нас будет вся география, где, где должностные лица, Московского, пока они жгут, они в Барвихе, Макс, они в Барвихе, там не жгут, я же говорю, в Барвихе не жгут, и в Кремле, это единственные два места, А до Кремля пока ничего, это еще все будет, все будет, да. Так вот, я ничего не могу сказать, Никит, я реально ничего на это сказать не могу, поэтому, когда жители города Волоколамска мне прислали фото, как без всякой документации в старый карьер валят разрушаемые, ну, сносимые дома старого жилого фонда города, напоминаю, глава городского округа, Михаил Ссылка, это, знаешь, это деятель, который бегает за Коганом всю свою сознательную жизнь, вот, человек с удивительным, с удивительной формой доходов, да, точнее, расходов, вот, преследуемым судами Российской Федерации, освобожденным от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, дважды как минимум, да, на сумму неуплаченных валов внееду, у меня столько денег, не знаю, сколько он налогов не уплатил, так и не уплатил, между прочим, ты смеешься, а цифры запрещено в эфире говорить, вот, то есть, огромные деньги, я просто, я когда увидел, сколько он налогов не заплатил, подумал, слушай, хороший человек, этот Михаил Иванович Ссылка, так вот, жители Волоколамска, да, да, Ссылка, говорящая, между прочим, жители Волоколамска, которые жалуются на то, что им зам Когана валит в карьер, вы должны радоваться, друзья, у вас просто мусорная свалка, ядро, вам просто валят в карьер, а в ближнем Подмосковье жители травят диоксиновым дустом, жигая полихлорвиниловую оболочку, и никто ничего... С целью выдернуть из земли ненужный кабель. Ненужный кабель, ты как это, помнишь, что такое? Макс, ну согласись, когда кабель уже выдернули из земли, он уже стал ненужный. Смотри, советский... Он же пока в земле нужный. Формула, как бы, коммунизм, это советская власть плюс электрификация всей страны? Да, ну это, соответственно, вот мы минус... Соответственно, минус кабель, мы еще получаем чисто советскую власть. Ох, коллеги, или чисто коммунизм. Через несколько минут Никита Небылицкий, Максим Шингаркин, это мужские игры. Минус на минус, Макс дает же плюс. Если кому... Убрать советскую власть и электрификацию, получится чисто... Наши слушатели пишут, что велика Россия, как же хорошо, что всегда свою плохую экологическую ситуацию можно сравнить с местом, где она будет еще хуже. Еще хуже, да, это точно. Слушай, интересно, а где вот такая вот суперточка? Ну, где-то же она должна быть? Вот где-то самая плохая экология. Где хуже всего? Нет, хорошо понятно, где в Барвихе, а где плохо? Слушай, мы же договорились, у нас последние пять минут они должны быть бояпиком. Ну, то есть, должен быть только позитивчик. Сейчас я еще... Подожди, но еще же осталось три минуты до позитивчика. Сейчас 51. Я пытаюсь найти хоть какой-нибудь позитивчик, а то нас снимут с эфира за невозможность создавать позитивное настроение у слушателей и ввергая... И постоянное ввергание их в состояние, значит, ну, сказать, депрессии. А у нас... Не, ну, подожди, я могу тебе дать такой позитивчик. Смотри, королевские креветки штука крайне дорогая. Ну, поэтому их очень мало кто покупает. Соответственно, то, что японцы там сейчас выльют в свой океан, не особо отразится на наших гражданах. Они все равно королевские креветки не покупают и на кальмары у них тоже денег нет. Да, но... А в карпе... А карп не водится в океане. Ну, не, я нашел другую новость, значит... Она будет... Более позитивная? Она будет... Ну, подожди, мы сейчас... у нас еще две минуты, до этой позитивной новости. Я нашел, значит... Я, правда, не знаю, чем это все обернется, но, как бы... Ну, она очень... Все будет хорошо. ...пишут наши слушатели декабилизация всея русских. Это смешно. Декабилизировали, да. Декабилизация дикая. Феерично, феерично. Да. Да, очень удивительно большое количество наших слушателей, которые пишут о том, что не только кабели жгут, но еще во многих районах разных совершенно городов, тут вот Екатеринбург, Хабаровск, упоминается, где жители страдают от сжигания резины в их районах. Резины? Покрышки, что ли? Покрышки, да. Слушайте, ну это вообще... И что тоже уже пишут, что жаловались, куда только можно, реакции ноль, так и продолжается, тяжело дышать, летом по ночам особенно тяжело, когда запах плохо рассеивается, едкий дым. Я как-то лицезрел, как выдергивали кабели с земли в бывшем укрепрайоне возле Селегера. Знаешь, такой есть тягач для ракет, баллистических, ураган называется. Вот им дергали. Дергали такой кабель? Угу. Ну вот вопросов несколько, да, откуда, во-первых, узнали, что там кабель? А во-вторых, где взяли ураган? Давайте возвращаемся, внешнегражданские. В эфир. Мужские игры. Да, доброе утро. Это Никита Небулинский, Дарья Гордеева, Максим Шинганков, сегодня вторник, он за экологией. И вот так как мы договорились последние пять минут вселять во всех оптимизм, вот сейчас Максим нас порадует хорошей новостью. Давай. Да, друзья, я тут анализировал целеуказание президента, выданное в 2008 году. Они как раз описывали тот счастливый президент Владимир Владимирович Путина, перед тем, как поменяться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он нас осуществил видение миров 2020 года. Ну, видение страны, я скажу, да. И там есть целевые показатели. Ну, то есть, в 2008 году так был виден, видна сегодняшняя ситуация. И я проанализировал только один показатель. Я сейчас о нем расскажу. Все знают, что я являюсь противником, системным противником ядерной энергетики. Мы сейчас не будем выяснять это почему, ну, просто являюсь себе и являюсь. И когда я тогда прочитал вот эти видения Путина, направленные в наши сегодняшние дни, я тогда, конечно, расстроился, расплакался. А сегодня я, то есть, проведя ретроспективный анализ во всеми ситуациями, которые есть, я хочу высказать слова глубокой благодарности прошлому и нынешнему руководству Росатома. Хотя бы только потому, что в планах на 2020 год, написанном в 2008 году, у нас стояло 50 гигаватт установленной мощности атомных станций. А мы как имели 30 гигаватт, так и продолжаем иметь. То есть, де-факто, минус 20 гигаватт, то есть, не построенные 20 гигаватт, я считаю, огромной заслугой не только себя, но и руководству Росатома. Которая теперь занимается внутренней политикой страны. Я считаю, что это блестящий ход. Я вообще, я лично, я лично благодарен этим людям. Более того, так как количество работников Росатома практически не уменьшилось, вот эти неохваченные строительства, вот этих 20 гигаватт специалисты, они вместо того, чтобы, значит, навешивать эти гигаватты нам на голову, они сейчас заняты ликвидацией накопленного ряда от предыдущих эпох. Вот, видишь, перестроились, создали... От предыдущих коллег. Да, от предыдущих коллег. Создали федерального экологического оператора, который вот сейчас будет, значит, уже на Красный Бор вышел, да, на Уссолье Сибирское, мы их критикуем, но как бы вышел же на тот же Байкальский ЦБК. Я хочу сказать, друзья, вот не все, что плохо, плохо на первый взгляд, не все невыполнения, не все недостижения являются плохими. Возможно, в них кроется, ну, то есть, некое секретное благо. Ведь никто... Слушай, а подожди, тогда давай пошире возьмем. Там еще, я помню, у каждого работника должна была быть зарплата 2,5 тысячи долларов в месяц. Вот недостижение 2,5 тысяч долларов в месяц, это какое благо мы получили? Никит, там таких цифр не было. Я хочу сказать, я внимательно давеча читал весь документ, он содержит очень расплывчатые категории. Я даже не смог там вот так вот фокусно установить, допустим, клятвенные заверения, что не изменится пенсионный возраст. То есть, там все очень абстрактно. Вот самые четкие цифры, которые там есть, это, собственно говоря, вот эти 50 гигаватт. Да. Вот это самые четкие, все остальное там так обойдено. И даже их нету. Да. Так это отлично. Вот я хочу сказать, Да, кто спорит. Друзья, вот этот замечательный плановый документ. Вот если он такой хороший в этой части, я думаю, зря мы критикуем людей, которые пытаются из 2008 года сюда заглянуть в 2020. Ведь и сами мы в 2008 году мечтали о чем-то другом, да, а имеемо то, что сейчас было посолком. Да. друзья, вот, декабилизация страны, не построенные гигаватты, не найденная вода, не очищенные, не построенные очистки, стулаки, да, загаженный Байкал, возможно, все это только для того, чтобы мы однажды, да, пришли на избирательные участки, взяли твердой рукой, да, и правильно начали ставить значочки, понимаете, да, вот здесь правильно, здесь вопрос правильный, то есть, кто, ссылка, Михаил Иванович, валит, значит, реконструируемые эти сносимые здания в овраг, к чему он заместить, а, Когана Александра Борисовича, а, а он у нас куда собрался, в Государственную Думу, от какой партии, от Единая Россия, и мы не ставим крестик напротив этого, это же понятно же, да, мы просто не ставим. Да, еще неплохо бы на избирательный участок прийти. Прийти, да. Вот это вот, потому что можно что угодно нарисовать на избирательном участке, когда туда пришло 10% избирателей, а когда их туда пришло 80%, то пририсовать можно 2, ну, 3, ну, 5, а 80% не пририсуешь. Но, напоминаю, весь грядущий, все грядущий ряд, весь этот предизбирательный цикл, нас всех будут убеждать, что ходить на избирательном участке нет никакого смысла. Не нужно. Все уже решено, все попилено, все куплено, что учителя, врачи, которые будут сидеть на избирательных участках, готовы к филисификациям. Это все вранье. Я больше, чем уверен, все люди, которые будут работать в избирательных комиссиях, они прекрасно понимают, кто конкретно жжет у них кабели под нос. Почему за мусор с них берут 2-3 цены? Почему вводят объекты в эксплуатацию, не имея должных решительных документов? Почему в конце концов строительный мусор со всей Москвы вводят в Подмосковье? И так по всей стране. Друзья, Никита Небылицкий, Максим Шингаркин. Максима ждем в эфире Серебряного Дождя в следующий вторник. А я напоминаю, что эту и другие наши программы вы можете пересмотреть, переслушать на канале Серебряного Дождя в YouTube. Мы с Никитой прощаемся с вами до четверга. Оставайтесь под Серебряным Дождем.